Это, наверное, один из трех-четырех бизнес-тренеров, которых я с удовольствием слышу, поэтому тебе слово. Спасибо. Сейчас дождемся презентацию. Ну что ж, добрый день. Добрый день онлайн. Меня зовут Константин Палфинов. И мое выступление, наверное, будет выбиваться из серии других выступлений, потому что я не буду говорить о преимуществах того или иного софтового решения. Но я думаю, что каждый из вас попадал в ситуацию, когда вы понимаете, что вам нужно что-то сделать, что не представлено коробочными продуктами. То есть сделать какую-то собственную разработку, решить какую-то собственную проблему. И я хочу рассказать о тех параметрах, на которые нужно обратить внимание, чтобы определить, о какой команде разработчиков вы будете доверять разработку данного софта. Получается так, что я тоже в некотором роде айтишник, потому что я заканчивал мехмат МГУ и даже работал какое-то время по специальности. Но мой плюс в том, что я был как и на одной стороне как разработчик, так и на другой стороне как бизнес-заказчик. И этот опыт помог мне вот сейчас, когда я провожу обучение для айти-команд и для бизнес-партнеров. Примерно полтора года назад я познакомился с замечательной компанией айти-бипи. Это часть компании айти-мегастар, у которых были очень интересные вебинары о том, как выбирать и как вообще организовывать работу с разработчиками. И благодаря… на основе этих вебинаров я, как методолог, я создал уже полноценное онлайн-обучение, которое мы вместе со своими партнерами с успехом и применяем. Собственно говоря, то, что я вам сегодня расскажу, это как раз небольшая часть вот этого учебного блока, который мы даем. Мои бизнес-партнеры, они были не против тому, что я поделюсь с вами этой информацией. Если кто-то хочет более подробно ознакомиться, кто я такой и что я умею делать, то вот, пожалуйста, по QR-коду можно скачать мое портфолио. Если что, там есть контакты, когда ко мне можно будет обратиться. В первую очередь давайте подумаем, почему в принципе есть такая проблема с айтишниками, с разработчиками. Это какие-то люди, которые, допустим, если они у вас в штате, то сидят где-то в отдельном кабинете, значит, за компьютерами. У них бывает своеобразное внешнее, своеобразные хобби, интересы. Они там пьют кофе, общаются на каком-то птичьем языке, который бизнес-заказчикам часто просто непонятен. И что самое плохое, они пытаются на этом же самом птичьем языке и разговаривать с вами, с теми людьми, которые приходят к ним со своими проблемами, со своими запросами. И очень часто бывает, что вот такое отношение команд-разработчиков, оно гасит на корню инициативу бизнеса. Потому что, ну вот представьте себе, допустим, есть какая-то самописная программа, которая, например, работает с колл-центрами, и вы как бизнес каждый раз подключаете все новых-новых партнеров, новых клиентов. Но бывают ситуации, когда, например, вам нужно эту программу совместить с той системой, которая работает на стороне новых клиентов. Либо организовать какую-то специальную выгрузку. И вы понимаете, что вот, знаете, я сейчас пойду к айтишникам, попрошу их это сделать, а им, может быть, не захочется в это влезать, будут три месяца делать, потом все равно ничего не напишут, мы потеряем репутацию, мы потеряем клиента, может быть, лучше и не будем мы с ними общаться. И подход бизнес-партнерства заключается как раз в том, чтобы бизнес-заказчики и разработчики были не врагами, а были партнерами, чтобы они могли вместе идти к своей цели. Обычно, когда мы говорим про выбор разработчиков, мы начинаем всегда с того, а как к этому разговору, к выбору подготовиться. И чаще всего, что мы слышим? Давайте-ка напишите нам какое-то ТЗ. Вот напишите ТЗ, и мы сразу вам все сделаем так, как вы напишите. Встречаются даже вот специальные такие плакаты, может быть, вы даже их видели, без внятного ТЗ, результат ХЗ. То есть, по сути дела, вы, как бизнес-заказчики, должны нам описать, что и как должно быть сделано, и мы тогда вот под это ваше техническое задание все напишем в лучшем виде. Но мы понимаем, что техническое задание человеку, который этим не занимался, бывает очень трудно написать. Конечно, есть такое понятие, как некий бриф. То есть, это список каких-то разделов, какие-то вопросы, ответив на которые, вы получите что-то похожее на ТЗ. Но опять же, для того, чтобы правильно ответить на эти вопросы и заполнить эти поля таблицы, вам нужна какую-то компетенцию, которую вполне возможно, что вы не обладаете. Ну или там просто попытаться сформулировать задачу, проверив ее по методике SMART, насколько она хорошо сформулирована. И вот с такими задачами очень часто приходят люди к разработчикам, и потом возникают проблемы. Почему? Потому что, честно говоря, у меня есть ощущение, что требование брифа и требование технического задания это в первую очередь разработчики подкладывают соломку под себя, под свою работу, потому что потом они всегда могут предъявить вам, сказать, ребята, вы просили вот это сделать, мы вот это сделали, а то, что это вам не подходит, ну извините, вы сами это сказали. И, конечно же, мы понимаем, что то, что в голове у бизнес-заказчика, тот, кто пытается решить какую-то свою проблему, и то, как это интерпретируется по всей цепочке разработки, каждый использует свою собственную интуицию. И хорошо, если они угадали правильно, что вы имели в виду, но вполне возможно, результат будет совершенно не такой, который вы задумывали. А самое противное, то, что когда мы идем к разработчикам с ТЗ, то все, скажем так, изменения, дополнения, то, что мы не смогли учесть на первом этапе, когда формировали этот ТЗ, это требует дополнительного времени, это требует дополнительных бюджетов. И наш проект по разработке какой-то программы или какой-то системы, он становится дольше, он становится дороже, и мы можем в итоге получить такую систему, которая не решит нашу проблему. Поэтому первое, что нужно сделать, когда мы собираемся выбирать команду разработчиков, это четко описать, а какую, собственно говоря, проблему мы пытаемся решить с помощью этого продукта, программного обеспечения. Вот знаете, мне очень приятно, то, что мы как раз запартнерились с такой замечательной компанией, потому что наши подходы к бизнесу и оказывание услуг этому бизнесу очень сильно совпадают. Вот когда мы приходим к разработчикам или когда ко мне, как к бизнес-тренеру приходят люди и говорят, у нас есть проблема, которую мы хотим решить. Это гораздо лучше, чем ко мне приходят и говорят, ну вот пример приведу мой любимый, нам нужен тренинг по тайм-менеджменту. Почему? Ну потому что вот сотрудники не успевают вовремя сделать те задания, которые им дают руководители. и ты начинаешь разбираться, и оказывается, что на самом деле учить надо не сотрудников, и они не умеют распоряжаться своим временем, а учить нужно руководителей правильно ставить задачи, потому что они ставят задачи таким образом, что сотрудники не понимают, что, в каком виде и когда они должны сделать. Из-за этого все проблемы. И то же самое с IT, потому что, когда мы приходим к разработчикам с конкретной проблемой, то они получают дополнительные плюсы. Во-первых, если мы говорим про плюсы, про которые я сказал, в первую очередь мы их не забиваем своим собственным опытом и не смазываем их экспертизу. У нас может быть какой-то опыт, что мы какую-то плохую проблему решали с помощью какого-то программного обеспечения. И, может быть, это было даже хорошо. Но дело в том, что у команды разработчиков гораздо больше средств, у них больше информации, у них больше опыта по решению различного рода подобных задач. Поэтому, если мы приходим уже с конкретным решением, дайте нам вот это, то мы попадаем в такую ловушку фрейминга. Задаем некие рамки. И разработчики пытаются решить вашу проблему вот в этих рамках. Если мы приходим с проблемой, то они могут использовать всю свою компетенцию, все свои знания для того, чтобы эту проблему решить. Второе, на что можно обратить внимание. Если мы подходим именно с проблемой, то нам проще синхронизироваться по всему проекту. Потому что мы не идем по ТЗ, как было изначально, а мы на каждом этапе, на каждом дополнении можем сказать, ребята, замечательно, а скажите, пожалуйста, как то, что вы мне предлагаете добавить в эту систему, ведет меня к цели, к решению той проблемы, которая у нас была в начале. И, соответственно, это позволяет нам отсечь все ненужные прибамбасы, фишки, какие-то красивости, а тем самым мы с вами и можем сократить бюджет. Потому что мы с вами концентрируемся на конкретной цели. Еще один пункт, на который можем обратить внимание, это то, что люди, которые пишут, вернее, просят написать нам ТЗ, потом работают по этому ТЗ, и у них совершенно иной уровень мотивации. Вы нам сказали, мы сделали. Когда же сами разработчики предлагают решение вашей проблемы, то ты уже потом не можешь сказать, что это я сам придумал какое-то плохое решение. То, что это не работает, или то, что это неправильно, или то, что это некачественно. Я же не могу сказать, что это я такой глупый. Ну и лояльность к своим собственным решениям у таких людей гораздо выше. Помните, например, когда вы поставите задачу подчиненными, если он понимает, зачем ему это, для чего ему это, и как эту проблему он может решить, и он сам это говорит, он совершенно по-другому будет относиться к решению задачи. Он уже не будет отлынивать, он будет стараться достичь цели. Ну и раз уж я говорил про выбор компании, которая будет заниматься разработкой, то это как раз с помощью такого подхода вы можете оценивать те компании, которые будут предлагать вам свои услуги. Потому что здесь вы можете сравнить и по цене, вы можете сравнить, а как глубоко начинает копать в проблематике компании. Да, есть потому что поверхностные, которые скажут, ну вот есть у нас, например, такое решение, давайте, оно всем подходит и вам тоже подойдет. И совсем другое, когда задают вопросы, узнают бизнес-аналитику, узнают бизнес-процессы, взаимосвязы, лучшие, худшие практики, и только после этого предлагают вам решение, то понимаете, что после такого всестороннего изучения, наверное, решение будет действительно более качественным. То есть, когда мы подходим не с ТЗ, а с проблемой к разработчикам, это позволяет нам выбрать. При выборе, при выборе разработчика, какие ошибки часто бывают? Ну, в первую очередь, когда мы начинаем плясать от публичных рейтингов. Очень, очень такая, ну не то, что нерелевантная, но просто мы понимаем, что эти рейтинги, зачастую мы не знаем, каким образом они формируются. Это раз. А во-вторых, я точно знаю, что часть рейтингов формируется на коммерческой основе. То есть, если ты заплатил какие-то деньги, ты в этот рейтинг попал. Не заплатил, извини, все, ты там не попал. И еще одна вещь, если мы говорим именно про компании, да, у компании, возможно, есть достижения именно в этом направлении, но где гарантия, что те люди, те программисты, которые реализовали тот проект, благодаря чему компания оказалась высоко в рейтинге, что они до сих пор там работают. То есть, такой гарантии тоже нет. Второе, что не стоит делать, это всецело опираться на рекомендации знакомых. Вот здесь есть небольшая тонкость. Что такое всецело опираться? Вот мне сказал товарищ, вот мы заказали или мы поставили такой-то продукт, да, у нас все проблемы сразу решились, все замечательно. Но ведь дело в том, что у разных, в разных ситуациях разный контекст, и то, что сработало у одних, совершенно не факт, что сработает и у вас так же. Потому что разный уровень работы, разный уровень автоматизации, разная квалификация сотрудников, которые будут пользоваться этим продуктом. поэтому если вдруг вы начинаете разговаривать с поставщиком или с разработчиком IT-продукта и у вас возникают какие-то сомнения, дайте себе больше времени, разберитесь, то есть не надо слепо доверять рекомендациям. Ну и не стоит выбирать только по одному единственному параметру. Беда очень многих тендеров заключается в том, что побеждает тот, кто дает самую низкую цену. Но мы же понимаем, что да, я сейчас выиграю, я сэкономлю, например, здесь на разработке, а кто-то задумывался про поддержку, а кто-то задумывался по решению инцидентов, которые возможно будут в вашей работе с этим продуктом, кто будет дорабатывать, если изменяются какие-то бизнес-процессы. То есть это все нужно учитывать. Нельзя выбирать только по одному пункту. Ну и еще раз мы говорили про ошибки, то, наверное, рекомендации. А что нам может помочь? Вот первая рекомендация это посоветоваться с друзьями о подобных решениях. Отличие от того, что я говорил, заключается в том, что там, когда я говорил про недостаток, это когда мы слепо верим. Вот нас сказали, да, и мы, соответственно, принимаем это решение. Но нет. Здесь мы можем, как я говорю о том, что мы можем посмотреть, а кто уже решал подобные проблемы, с какими трудностями столкнулись, как они сами делали выбор. И это не обязательно будет автобизнес, потому что очень многие бизнес-процессы, решения, то же самое, если мы говорим, вот Дмитрий рассказывал про репутацию, извините, та же самая репутация, она будет работать везде, и в автобизнесе, и в офтелях, и в ресторанах, и где угодно. Почему бы не порекомендовать коллегу, который создал такую систему именно для автобизнеса. Второе, есть так называемый фактор кирпича, он же фактор автобуса. Он заключается в следующем. Подумайте, а что будет с этой разработкой, если последний разработчик этой компании попадет под автобус, или вот ему на голову упадет кирпич. Ведь очень важно понимать, о каким образом фиксируется достигнутый прогресс в разработке, каким образом хранятся и передаются знания. Потому что если вдруг он уволится, кирпич на голову попадет, не столкнетесь ли вы с ситуацией, когда таких уникальных программистов, которые работают на этом уникальном языке программирования, вы потом и не найдете. Поэтому это те ограничения, на которые нужно обратить внимание. еще один пункт, который лично я очень люблю, потому что он тоже хорошо перекликается с моими рекомендациями, когда у меня спрашивают, а как выбрать бизнес-тренеры, я всегда говорю, слушайте, все бизнес-тренеры, все компании с удовольствием расскажут, какие они крутые, как они достигали успеха, какие у них рейтинги, какие они молодцы. А спросите у них, а были ли в их работе какие-то провалы, вот что-то не сделалось. И посмотрите на реакцию. Я честно скажу, я не верю, что существует хоть какой-то бизнес-тренер, который никогда не облажался во время бизнес-тренинга, что у него не было какой-то ситуации на тренинге, из которой он не смог выйти. Или наоборот, результат был совершенно не тот, который есть. То же самое и с айтишниками. Если люди говорят, нет, мы никогда не ошибаемся, мы молодцы, ну это повод задуматься, потому что если что-то с программированием, с разработкой пойдет не так, они будут говорить о том, что это не мы, это вы что-то там неправильно нам написали. А если они могут сказать какую-то историю, и самое главное, а какой вывод они сделали из этих ошибок, не ошибаются, еще раз повторю, таких людей нет, но если ты ошибся, сделал вывод, и в будущем ты уже подстраховался от подобных ошибок, это характеризует компанию как серьезную и ответственную. И еще один мой любимый пункт, тоже хорошо перекликается с выбором бизнес-тренера, а попробуйте не демонстрировать те знания, которыми вы возможно уже обладаете. Понятно, что вы можете разговаривать, зная какие-то термины, те, которые вы слышите от атишников, но задайте вопрос, а что это? И вот, если у меня кто-то спросит, что такое отказоустойчивый кластер, я вот честно скажу, не отвечу. Если я начну говорить какую-то глупость, то вы, обладая соответствующей квалификацией, сможете понять, что да, ну как бы компетенция у этого человека не та. Кстати, именно поэтому во время нашего обучения с партнерами нас всегда двое. Я как бизнес-тренер и у меня есть специалист именно айти, который готов отвечать на такого рода специфические вопросы. Поэтому прикидывайтесь новичкам, спрашивайте, а что это такое, а для чего это. И если вам спокойно обычными словами могут объяснить, какие преимущества в том или ином решении, значит люди действительно понимают и вашу проблематику и понимают, как этот продукт может ее решить. Опять же сошлюсь на ролике совета недели. Там у нас был ролик, посвященный шоферским знаниям. Вот про это я там тоже говорил. Так, ну что ж, за 20 минут, как вы понимаете, много рассказать нельзя, но я надеюсь, что эти советы были полезные. Готов ответить на ваши вопросы, ну а пока вы слушаете ответы, вы можете скачать инструкцию от моих как раз партнеров, как выбрать оптимальный формат IT-услуг. Поэтому можете скачать, воспользоваться, потому что там есть советы плюсы и минусы выбора коробочных продуктов, плюсы и минусы заказной разработки, плюсы и минусы использования собственной команды программистов. Я закончил. Первый вопрос. Константин, а какие у вас были провалы? Я о них могу рассказать, но, наверное, в частном порядке. У меня были, у меня были, я сейчас, хорошо, я скажу про самый первый, про самый первый провал. Я вообще в бизнес-тренерство уходил как специалист по управлению складским запасом, и я почему-то подумал, что те формулы и та специфика, которая применима к автобизнесу, здорово подойдет к складским запасам запасных частей сельхозтехники. И вот тогда, да, я посмотрел, когда реально мне сказали, ребята, у нас не так. То есть я просто поленился вот сделать небольшую, скажем так, актуализацию ситуации. Мне сказали, что, ребята, это у вас там в автобизнесе, ну да, есть сезонность, когда там, например, что-то чаще продается, что-то позже продается, а у нас все не так. У нас запчасти на сейлке нужно тогда, а на комбайны нужно тогда, а во все остальные годы они у нас не используются. Это вот, наверное, был мой самый большой провал. Я честно говорю, вот признаюсь, ну, выводы после этого я сделал. Может ли искусственный интеллект заменить разработчиках в каких-то простых ситуациях? Вроде код хорошо уже пишет. Ну, насколько я знаю, в простых ситуациях искусственный интеллект может писать код. я по крайней мере про это слышал, сам не пробовал. Имеет ли смысл работать с зарубежными разработчиками? Это вот как раз один из критериев ваших рисков, да, потому что мы понимаем, что если вы сотрудничаете с разработчиками, а потом происходит что-то, как февраль 22-го года, то вы отрубаетесь от экспертизы, от поддержки, от работы. Поэтому работать можно, но вы должны оценивать риски. Я бы сказал так. Какой параметр тендера по-вашему наиболее важный? Параметр? Да. Я всегда за то, чтобы это было комплексное. Я бы предлагал делать весовые параметры, потому что нужна цена, нужен рейтинг, опыт этих людей, нужно, скажем так, время, которое требуется, ну и соответствие, или не совместимость с теми IT-системами, которые у вас уже внедрены, да, чтобы не тратить время бюджета на то, чтобы поставить две разные программы. Прекрасно. Там комментарий, что у тебя лучший совет недели. Кстати, если кто-то еще не смотрит совет недели, а я подозреваю, что далеко не все, даже сегодня, кто смотрит конференцию, смотрятся в этой неделе, заходите, пожалуйста, к нам на каналы YouTube, Routube, и смотрите много полезного, и в частности, Костя там тоже выкладывает видео. Напоминаю тем, кто когда-то смотрел, и рассказываю тем, кто не смотрел. Короткие видео с полезными советами, все очень просто. Спасибо. Спасибо тебе большое. Спасибо.